Добрый вечер! Вы смотрите телеканал Эпкарей в студии Яна Ромашкина. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о самых актуальных и интересных новостях нашего города. Смотрите в этом выпуске. Детский сад Колокольчик отметил юбилей 55 лет. Мы работали нормально, неплохо и мы в городе числились среди лучших. Ежемесячная встреча главы муниципалитета с населением. Делается колоссальная работа, принят генеральный план. Педагогический форум в стенах городского колледжа и конференция в Рецком саду Яблонька. Введение ранней профориентации в школах мы с вами второй год уже говорим об этом, понимаем важность именно ранней профориентации. Межрегиональный конкурс современного танца – своя тема. Это свой взгляд на мир. Это современное видение окружающей нас действительности. А также в этом выпуске вас ждут специальные репортажи от наших корреспондентов, авторские передачи и другие новости политики, образования, культуры и спорта. Не переключайтесь. Глава города Латкарина Евгений Серегин провел открытую встречу с населением. Ежемесячное мероприятие посетил наш корреспондент Максим Белозеров. 27 ноября в концертном зале детской музыкальной школы состоялась открытая встреча главы города Латкарина с населением. Перед началом мероприятия в фойе музыкальной школы работали секции представителей Мособл-Еирц и управляющих компаний города, которые давали краткие консультации собравшимся по интересующим их вопросам. Встреча уже традиционно началась с показа фильма о работе администрации, служб ЖКХ и прошедших культурных мероприятиях за ноябрь 2019 года. Выступление докладчиков и обсуждение актуальных вопросов предваряло вступительное слово главы города Евгения Серегина, который напомнил собравшимся о текущих работах и перспективах развития городского округа на 2020 год. Делается колоссальная работа, принят генеральный план, значит, мы с вами, я уже второй раз, наверное, говорю, в прошлый раз говорил, что мы в 2010 году принимали, утверждали план, генплан городского округа на 2020 год. Он закончил свою, так сказать, актуальную жизнь и уже утвержден, принят Советом депутатов, и я подписал генеральный план до 1939 года, ровно на 49 лет. Понимаете, представляете, насколько, так сказать, вперед смотрит, собственно, и в современной жизни правительство Московской области, ну и, конечно же, наш бюджет, наш генплан и, значит, проект социально-экономического развития нашего города. Встречу продолжило выступление заместителя главы администрации городского округа Латкарина Владимира Трещинкина, который представил присутствующим проект благоустройства территории зоны отдыха Волкуша, который участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В рамках проекта планируется создание современной экотропы, оборудованной зонами тихого отдыха, спортивными площадками и многофункциональным летним амфитеатром. Начальник отдела ГОЧС и территориальной безопасности администрации городского округа Латкарина Владимир Копылов выступил с докладом о профилактике пожаров в многоквартирных домах. Владимир Иванович напомнил, что наиболее частой причиной возгорания в жилых домах становится неисправное газовое оборудование и призвал горожан к активному взаимодействию с газовыми службами в части контроля внутриквартирного газа. За прошедший истекший период с 1 января по настоящее время всего на территории города произошло около 100 пожаров. Из них всего 19 пожаров связаны с жилыми домами. И то 6 пожаров это именно квартиры, 2 пожара это лестничные клетки, 1 пожар чердак, 2 пожара садовые домики и 2 пожара это мусоропроводы. Исходя из этого мы на территории городского округа Латкарина проводили заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям на обеспечению пожарной безопасности, а также проводили профилактическую работу в средствах массовой информации, на сайте администрации города Латкарина, в соцсетях, на телевидении, где размещали памятки о пожарной безопасности в жилом секторе и именно в квартирах. Мы предупреждали и собирали управляющие компании, обслуживающие организации, потому что нужно заключать договора, внутриквартирные договора по обслуживанию газового оборудования, а также внутридомовые. И напоминали о том, что как необходимо пользоваться газовым оборудованием, печным оборудованием, электронагревательными приборами, а также что необходимо делать в случае возгорания или в случае происхождения какой-нибудь чрезвычайной ситуации. Также в рамках встречи выступила руководитель отделения ассоциации председателей Советов многоквартирных домов городского округа Латкарина Татьяна Иванова, которая проинформировала собравшихся о предстоящем областном форуме «Управдом», который пройдет в Латкарина 29 ноября. Посетив форум, жители города смогут подробно ознакомиться со всеми новшествами в сфере ЖКХ за текущий год. После подробных отчетов мероприятие перешло в формат диалога. Все поступившие вопросы и предложения были зафиксированы в протоколе встречи и взяты на контроль главой города Евгением Серегиным. Максим Белозеров, Денис Павлов, новости Латкарина. Новая добрая традиция чествования юбиляров, которым исполнилось 80, 85 и 90 лет. Глава муниципалитета вручил ноябрьским именинникам подарки от имени губернатора региона. Продолжит тему Валерия Федотова. Глава городского округа Латкарина Евгений Серегин от имени губернатора Московской области поздравил именинников с их юбилеями. Поздравления получили 48 человек. Из присутствующих основной состав отмечали круглую дату – 80 лет. 9 человек праздновали 85-летие со дня рождения. И один человек состоялся круглым юбиляром девятый раз в жизни. Чегрину Леониду Петровичу в этом году исполнилось 90 лет. Юбиляр поделился секретом своего долголетия. С секретом долголетия, ну что сказать, надо меньше курить, меньше пить или вообще не пить крови чая. И стараться, стараться сохранять свое здоровье. И чтобы всем было хорошо. И вам желаю долголетия, хорошего и здоровья. Еще одним секретом долгожительства поделилась юбилярша Татьяна Федоровна. Самый главный секрет – не надо завидовать никогда никому. И не надо делать подлости. И все. Это очень просто и допустимо любому человеку. Подлости никогда не делайте. Поругаться можно. Ну проще, а подлости не надо. Вот подлости делать нельзя. После вручения цветов и подарков мероприятие продолжилось концертной программой. Солисты и творческие коллективы города Латкарина порадовали именинников песнями и танцами. А завершилось праздничное мероприятие совместным чаепитием. Валерия Федотова, Денис Павлов. Новости Латкарина. В 2020 году в нашем государстве состоится перепись населения. В рамках подготовки к всероссийскому мероприятию в администрации города прошло заседание комиссии, на котором обсудили формат предстоящей переписи. Подробнее в нашем сюжете. 25 ноября в здании администрации городского округа Латкарина прошло первое заседание комиссии по подготовке к всероссийской переписи населения, которое пройдет в октябре 2020 года. В состав комиссии вошли представители городского самоуправления и руководители организаций, которые будут активно сотрудничать с работниками Росстата в периоды проведения переписи. В рамках прошедшего совещания члены комиссии обсудили такие важные вопросы, как предполагаемая стратегия проведения переписи, определили основные объекты городской инфраструктуры для организации стационарных переписных участков и форматы взаимодействия с отделениями Национального почтового оператора Почты России, который наравне с порталом Госуслуг РФ будет привлечен к проведению данного мероприятия. Перепись населения проходит раз в 10 лет. И для состава того комиссии, которая сейчас в том составе, это новое мероприятие, пытаемся, в общем-то, на опыт прошлых лет опереться, но она будет проходить совершенно по-новому, потому что с применением, в общем-то, электронно-цифровых технологий, и многие жители смогут пройти перепись при помощи Госуслуг. В общем-то, поэтому можно, конечно, опираться на опыт прошлых лет, но вот это будет крупное, большое мероприятие, и я считаю, что оно будет, наверное, более такое точное и детальное. Стоит отметить, что принять участие во Всероссийской переписи населения 2020 года граждане Российской Федерации смогут тремя способами. Самостоятельно заполнив анкету на портале Госуслуг, дождавшись прихода сотрудника переписной комиссии по месту жительства или посетив один из переписных участков, которые будут организованы в ключевых объектах городской инфраструктуры. Максим Белозеров, Денис Павлов, Новости Латкарина. В городском колледже состоялся второй открытый педагогический форум «Инновация в обучении и воспитании». В мероприятии приняли участие представители индустрии медиа и энергетики России, руководители образовательных учреждений нашего городского округа, а также деятели политики, культуры и образования Подмосковья. Продолжит тему Максим Морозов. Знаменитая фраза Иосифа Сталина «Кадры, овладевшие техникой, решают все» была сказана еще в 1935 году. Несмотря на прошедшие годы, она актуальна и по сей день. Сегодня, пожалуй, всем предприятиям нужны образованные, молодые специалисты, которые сразу после получения диплома готовы приступить к работе, как говорится, без раскачки. «Владимир Владимирович Путин сказал следующие слова, с которыми мы согласны. России нужны высококвалифицированные кадры. Мы обеспечим целый набор мер совместных действий, в том числе через организацию производственной практики и введение ранней профориентации в школах. И вот введение ранней профориентации в школах мы с вами второй год уже говорим об этом, понимаем важность именно ранней профориентации. И в этом году хотели бы, соответственно, дошкольными учреждениями начать вот этот процесс именно ранней профориентации». В современном, динамично развивающемся мире имеется целый ряд вызовов, которые необходимо решить педагогическому сообществу для того, чтобы молодежь не просто получала новые знания, а была востребована на рынке труда. «Система профессионального образования не готовит для конкретных рабочих мест. Это очень большая проблема. Мы готовим кадры в никуда. Сейчас перед нами в Министерстве образования Московской области поставлена задача – работать с предприятиями и готовить исключительно под предприятия. Поэтому в ближайшее время нас ждут большие изменения. И если мы с вами не найдем работодателя, не будем конкретно готовить под его заказ, мы будем никому не нужны». Директор Латкаринского колледжа Ольга Савельева отметила, что Латкаринский филиал Университета Дубна уделяет этому вопросу особое внимание. В образовательном учреждении разработаны специальные программы, чтобы молодежь могла успешно реализовать себя в этой жизни. Ведется активная работа по взаимодействию с крупными предприятиями, в том числе, которые расположены на территории нашего города. Помимо педагогов, мероприятие посетил заместитель главы администрации городского округа Латкарина по социальным вопросам Владимир Хромцов. «То направление, которое выбрано и тема, которое выбрано сегодняшним форумом, на котором я рад присутствовать, это крайне важное направление. Мы все прекрасно понимаем, что без новаторства, без новых инноваций невозможно развитие как муниципального округа, как и Подмосковья, ну и также Российской Федерации. Поэтому всем больших успехов желаю. И чтобы максимально свежие идеи здесь вы, так скажем, увидели и реализовали дальше по повседневной своей работе». В ходе мероприятия участники форума обсудили мировые тенденции в системе профессионального образования, методики обучения и воспитания молодого поколения, интеграцию работодателей в образовательный процесс. Также здесь были организованы тематические мастер-классы и оборудованы информационные стенды. «Не-не-не, только постукивали. Но в принципе гладко уже, вот и всегда. Стоит отметить, что данный проект создан и успешно реализуется социальными партнерами – Домом культуры Центра молодежи и Латкаринским колледжем. Мероприятие продлилось в течение всего дня. Полученные знания теперь педагоги смогут применить в своих образовательных учреждениях». Максим Морозов, Денис Павлов. Новости Латкарина. В детском саду «Яблонька» состоялось мероприятие в рамках ресурсного городского центра, на котором педагоги дошкольного образовательного учреждения рассказали о своих передовых методах воспитания молодого поколения. Продолжит тему Валерия Федотова. С 2015 года детский сад номер 12 работает в статусе городского ресурсного центра. Он является площадкой, на базе которой педагоги делятся бесценным опытом своей работы, проводят мастер-классы и презентации. На данном мероприятии собрались педагоги дошкольного образования всего нашего города. Данная встреча посвящена техническому и естественному научному направлению в работе с детьми дошкольного возраста. В рамках ресурсного городского центра ранее уже были проведены различные мероприятия, такие как фестиваль «Детский сад. Территория детства», «Детская интеллектуальная городская игра «Что, где, когда», а также игра «Юный эрудит», в которой участие принимали ребята из всех дошкольных учреждений города. Безусловно, каждый воспитатель должен всегда стремиться к чему-то новому, лучшему, совершенствовать свое мастерство и заниматься самообразованием. Вот мы, как городской ресурсный центр, являемся такой площадкой, на базе которого каждый педагог может повышать свой профессиональный уровень, получать какие-то новые знания, новые навыки, потому что проводятся и занятия с детьми, и представление опыта, обобщенного опыта педагогов всего города Латкарина, и также проводятся мастер-классы с педагогами, которые в дальнейшем можно использовать в работе и с родителями наших воспитанников. Поэтому я считаю, что вообще это мероприятие очень уникально в своем роде, потому что мы живем, вот каждый педагог работает в своем учреждении, накапливает свой опыт, у каждого есть какая-то своя изюминка. А для того, чтобы другой педагог из другого учреждения мог воспользоваться этой изюминкой, естественно, надо собираться, надо делиться этим опытом, надо делать так, чтобы профессионалы были в каждом учреждении, а не только где-то в одном. Воспитатель детского сада «Яблонька» у Тимишева Светлана Александровна представила свой кружок по дополнительному образованию технической направленности «Чудесное конструирование». По ее опыту, конструирование является одним из самых любимых и увлекательных занятий для ребенка. Конструктивная деятельность позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры. Воспитатель 12-го детского сада «Посеткина» Нина Александровна познакомила собравшуюся аудиторию с дополнительной общеобразовательной программой естественной научной направленности «Юный астроном». Цель данной программы – развитие у детей дошкольного возраста элементарных представлений о космосе в средстве поисково-познавательной деятельности. Данные кружки являются участниками Московского областного образовательного проекта «Наука в Подмосковье». Воспитатель из детского сада «Кораблик» Лилеева Наталья Ивановна поделилась опытом своей работы по дополнительному образованию естественной научной направленности и представила свой кружок «Юный звездочет». А также воспитателями детского сада номер 24 был проведен мастер-класс по изготовлению космического объекта. Детско-исследовательский кружок «Почемучка» по естественной научной направленности был представлен его руководителем – воспитателем детского сада «Кораблик» Луговкиной Юлией Анатольевной. Также был представлен кружок «Экологический мир» детского сада номер 18, руководителем которого является Данилова Наталья Николаевна. Опытом развития конструктивно-модельной деятельности в дошкольном учреждении поделилась воспитатель детского сада номер 19 Слабоуз Анастасия Михайловна. Завершилась встреча повторением изученного материала, и теперь педагоги смогут применить полученные знания в своих учреждениях. Валерия Федотова, Денис Павлов, Новости Латкарина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В Керчи произошел несчастный случай. Ребенок выпал из окна многоэтажки в самом центре северной столицы. Квартира проветривается, мама готовит на кухне обед. Десятый этаж, балкон, ребенок. Малыш оперся руками о москитную сетку и выпал в открытое окно. Шансов на спасение почти не было. На окне вылочит кошка, рядом куколка сидит и на улицу глядит. Скажем кукне, скажем кошке, не сидите на окошке. Неужели вам не ясно? На окне сидеть опасно. Нельзя открывать окна без взрослых. Нельзя залезать на подоконник и не надо полазить в окно. Потому что можно кубырком вот так вот упасть из окна. Уважаемые родители, сегодня у вас есть время рассказать об этой опасности своим детям. Не повторяйте чужих ошибок, ведь завтра может быть уже поздно. И на месте этой игрушки окажется чья-то жизнь. КОНЕЦ КОНЕЦ 55 лет исполнилось детскому саду «Колокольчик». Наш телеканал подготовил документальный фильм об истории учреждений и современных достижениях. 1964 год. Молодой город Латкарина растет, как на дрожжах. Вместе со строительством жилого фонда возводятся и социальные объекты. Так, в августе сдается в эксплуатацию детский комбинат номер 78, который находится в ведении Ницциам имени Баранова. Отдельно стоящие кирпичные двухэтажные здания выстроены по типовому проекту. В садик отправились ребята в возрасте от двух месяцев. Учреждение было рассчитано на 8 групп, которые были разделены на ясли и группы для детей дошкольного возраста. Первой заведующей детского комбината была назначена Мария Алексеевна Гребенникова. Первый состав воспитателей приложил немало сил, чтобы не только благоустроить территорию вокруг сада, но и своими руками отмыть помещение от побелки и краски, установить мебель, пошить шторы и полностью подготовить учреждение к приему детей. Уже после распада Советского Союза в 1993 году детский сад был переведен в ведение городского отдела народного образования. И вплоть до 1999 года учреждение работало как школа детский сад для детей шестилетнего возраста. Воспитание и обучение проводили преподаватели средней общеразвивающей школы номер 3. В начале 21 века в детском саду прошел капитальный ремонт. Здание было переоборудовано под 6 групп с отдельными музыкальным и физкультурным залами. И в 2006 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида номер 17 «Колокольчик» был открыт вновь. С ноября 2011 года и по настоящее время дошкольным учреждением руководит Галина Николаевна Плешкова. Вместе с ней работают настоящие профессионалы своего дела. Приоритет в работе единой команды создания благоприятных условий для полноценного отдыха и развития детей. Педагоги воспитывают мальчишек и девчонок в духе патриотизма, любви к своей родине, прививая основные семейные традиции и ценности, историю своей малой родины и страны в целом. Все сотрудники детского сада активно используют инновационные технологии в разнообразных видах детской деятельности. Воспитатели активно внедряют и практикуют работу по музейной педагогике. В детском саду были созданы такие мини-музеи, как «Русская изба», «Назад в СССР», «В мире транспорта», «У бабушки в деревне», «Мы помним, мы гордимся». Воспитатели уверены, создание подобных музеев в детском саду позволяет сделать само слово «музей» привычным и привлекательным для детей. Мини-музеи стали местом познания, исследования, общения и совместного творчества педагогов, детей и родителей. Для совершенствования и повышения качества работы педагоги регулярно проходят различные курсы повышения квалификации, что позволяет коллективу учреждения идти в ногу с современным миром. Педагогический коллектив детского сада тесно и плодотворно сотрудничает с образовательными организациями города. Это Латкаринский историко-круеведческий музей, Дом детского творчества, Городская библиотека, Школа номер 3, Центр творчества «Искатель», Промышленно-гуманитарный колледж. Дети посещают различные мастер-классы, выставки, интерактивные занятия. Также воспитатели совместно со своими подопечными регулярно участвуют и побеждают в различных конкурсах и соревнованиях не только муниципального уровня, но и всероссийского и международного. Есть в колокольчике и свои сложившиеся традиции. Наряду с привычными праздниками и развлечениями увлекательно проходят такие мероприятия, как праздник 1 сентября, масленица, праздник осени, театрализованные представления и конкурсы. Активно участвуют в жизни детского сада и сами родители, излюбленные мероприятия, творческие выставки, круглые столы, педагогические беседы и различные праздники. Такое сотрудничество обеспечивает благоприятные условия для воспитания полноценной и гармоничной личностью ребенка. Сегодня детский сад «Колокольчик» отмечает крупный юбилей – 55 лет со дня основания. За эти годы через чуткие сердца воспитателей прошли тысячи мальчишек и девчонок. Работу коллектива детского сада нельзя назвать легкой, но работа тех, кто посвятил себя воспитанию детей, по праву вызывает большое уважение. С праздником! С днем рождения! В честь юбилея в детском саду состоялся праздничный концерт. О том, как отметили день рождения, наш следующий материал. Гордость детского сада номер 17 – это коллектив, состоящий из творческих людей, любящих свою профессию. А ведь именно любовь и преданность профессии дают свои плоды. Малыши получают все самое необходимое. Они с удовольствием учатся, развиваются, общаются со сверстниками. Для воспитанников детского сада этот праздник такой же, как и другие праздники. А вот для собравшихся в зале взрослых – это особенное, трепетное событие. Встречайте наших детей и взрослых участников обязательно аплодисментами. И как всегда, как всем родителям, так и вам, я напоминаю, у нас сегодня праздник, представление, концерт. Вы пришли отдохнуть и улыбнуться. Поэтому отключите свои телефоны, либо поставьте их на вибровызов, чтобы получить полное удовольствие. В музыкальном зале детского сада «Колокольчик» на замечательный юбилей собрались ветераны дошкольного образования и почетные гости. Самой главной гостьей была первая заведующая детского сада «Колокольчик» Гребенникова Мария Алексеевна. Именно она приняла его, открыла и встретила первых детишек города в этом саду. Меня назначили заведующей, когда еще крыши не было на здании. И пришлось, так сказать, нам за этот период времени вместе с Тамарой Каллюшиной организовывать все, что нужно для жития, бытия. То есть это и кухня, это и прочтые, это и раздевалки, это вся мебель. В общем, короче говоря, ничего не было, абсолютной ноль. И вот когда я сейчас прошла по детскому саду, прошла, и увидела, конечно, столько ношуств было, что по сравнению с нами очень приятно. Конечно, мы работали нормально, неплохо, и мы в городе числились среди лучших. Особенно у нас была подставлена педагогическая работа. Без чего не обходятся подобные праздники. Но, конечно, они не обходятся без приятных моментов, добрых слов и поздравлений. Спасибо вам большое. Проходят годы, малыши взрослеют, становятся учителями, врачами, учеными, а детский сад продолжает растить все новые таланты. Жизнь в детском саду не стоит на месте, а идет в ногу со временем. Но в празднике детский сад нам устроена стара. Различные наряды, мы лучшие заряды. Детский сад, детский сад, дай вон, дай вон, дай вон, дай вон, дай вон. Это год игра тушит, здесь играют малыши. К подготовке празднования юбилея воспитатели и ребята отнеслись со всей серьезностью. Поэтому состоявшийся концерт прошел с особой торжественностью. Поздравляем вас и всех, всех, кто здесь живет с юбилеем 55-летием. Желаем вам крепкого здоровья. Оставайтесь в этой дружной семье на многие долгие годы. Пусть жизнь педагогическая цветет, растет и зеленеет, а детки вас всегда радуют. Будем мы детей любить и, конечно же, учить, а колокольчик лучшим будет смыть. Валерия Федотова, Денис Павлов, Новости Латкарина. Детский праздник, посвященный Дню Матери для социально незащищенных и многодетных семей нашего города, состоялся во Дворце культуры «Мир». Порадовать детей из социально незащищенных семей. В День Матери сюда пришли волонтеры от общественной организации «Сосдетки». Для маленьких гостей были подготовлены анимационная программа, сладкий стол и различные мастер-классы. Данное мероприятие полностью организовано на благотворительной основе. В этот праздник, светлый День Мамы, я приготовила для детишек мусовые пирожные. Я понимаю, что некоторые семьи не могут себе это позволить, поэтому хотелось бы, чтобы они попробовали и насладились десертом. Хотелось бы пожелать, чтобы детки приносили только радость, а родители были надежной поддержкой для своих детей. Для деток я приготовила вот такие имбирные прянички, залитые сахарной глазурью в виде раскраски, с палитрами из пищевых красителей. Ребятки берут эту разукрашку с собой домой, заворачивают вот в такой пакетик прозрачный, и забирают, либо дарят мамам своим, так как праздник приурочен, мероприятие приурочено ко Дню Мамы. Могут подарить своим мамам, могут сами скушать. Валерия Федотова, Денис Павлов, Новости Латкарина. По традиции, в конце месяца ветераны завода «ЛЗОС» провели ежемесячное собрание. Приняли участие в мероприятии глава муниципалитета и депутаты городского округа. Об итогах встречи наш следующий материал. Ветеранское движение «ЛЗОС» является самым активным движением в нашем городе. Его возглавляет Грибова Вера Михайловна, которая всегда находит время на организацию ежемесячных собраний и делает их максимально полезными и продуктивными для ветеранов. Нынешнее мероприятие посетило порядка 300 ветеранов. Традиционно на встречу были приглашены представители администрации, совета депутатов и руководитель «ЛЗОС». Также встречу посетил глава городского округа Латкарина Евгений Серегин. Глава выступил перед ветеранами с отчетом о проделанной работе в этом году, а также рассказал о перспективах и планах на ближайшее будущее. Было подробно рассказано о контроле за уборкой нашей территории, о стабильном обеспечении теплом и горячей водой путем замены труб. Было отмечено, что за 10 лет было заменено больше 60 километров труб. По вопросам здравоохранения было сказано, что на сегодняшний день мы стоим в программе на капитальный ремонт главного корпуса хирургии, а также завершается ремонт кабинетов, где будут стоять новый рентген и компьютерный томограф, открытие которого планируется к концу года. В завершении глава доложил о том, что 24 декабря губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым будут подведены общие итоги работы правительства Московской области и работы муниципалитета. Следующая встреча Совета ветеранов ЛЗОС запланирована ровно через месяц. Валерия Федотова, Денис Павлов, Новости Латкарина. Фестиваль современного танца «Своя тема» состоялся в минувшие выходные во Дворце культуры «Мир». На главную сцену нашего города вышли танцевальные коллективы из Москвы и Подмосковья, а также Тверской, Тульской и Калужской областей. Всего в фестивале приняли участие более 300 танцоров, которые показали порядка 100 уникальных номеров. Продолжит тему Валерия Федотова. Нынешний фестиваль собрал более 300 участников. Конкурсная программа состояла из двух блоков, в ходе которых 30 коллективов. Из Москвы, Твери, Тулы, из городов Малоярославец и Богородецк, Зеленоград, Реутов, Жуковский, Балашиха, Латкарина и Черноголовка выступили со своими номерами на большой сцене Дворца культуры. Для казака у них же есть такая примета, если ты скачешь на лошади и у тебя сбивают шапку, это плохая примета. И нам приснился такой сон, а потом мы просыпаемся и понимаем, что это всего лишь сон. Мы как бы представляем из себя видение, поэтому весь номер он пронизан вот этой, как будто мы во тьме, в какой-то, в тумане и как бы на этом хореографии построено. А с каким номером или с какой композицией вы выходили на сцену? Мы выходили на сцену с номером «Девичьи грезы», номер о работе молодых девушек, девочек в былые времена. Также мы выходили с номером «РФ» к солнцу, то есть тем самым мы показывали солнечных жриц и весь этот обряд солнцу. Мы работали очень сильно и надеемся на лучшее. Мы хотим получить от этого конкурса адреналин, вот это состояние на сцене, вот эти эмоции от зала, состояние души в танце. Особо пристально наблюдала за участниками профессиональное жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты поджазовой, контемпорари, модерн и авторской хореографии. Целью и задачей фестиваля является развитие современных направлений танцевального искусства, построение пространства интеллектуальной хореографии в рамках фестивальной программы, повышение уровня постановочного и исполнительского мастерства участников фестиваля, а также знакомство зрителей с достижениями в области современного танца. Фестиваль «Своя тема» проходит уже в восьмой раз. Это узкоспециализированный фестиваль по современной хореографии. Для нас по-прежнему важно, несмотря на то, что это восьмой год уже, о том, что приезжают коллективы, которые занимаются именно этим направлением. Это контемпорари, модерн, джаз, авторская хореография. Это свой взгляд на мир. Это современное видение окружающей нас действительности. Попытка осознания собственной уникальности, что ли, каждого хореографа, каждого ансамбля, коллектива или исполнителя, дуэта. Это особый язык, чувства, мысли. Это обязательная идея, образ. Я считаю, что это один из самых наполненных жанров хореографии на сегодняшний день. Мне он очень интересен. Восемь лет назад я мечтала, чтобы современная хореография Владкарина развивалась, чтобы зритель видел ее, был так же влюблен в нее, как я. И это детище весенних капелей. Капелем будет уже в этом году 21 год. А это младший брат, своя тема. Или младшая сестра, как вам больше нравится. После завершения конкурсной программы, вниманию зрителей было представлено три хореографических спектакля, каждый из которых уникален своим исполнением. Уникальность этого фестиваля, вот именно этого года, в том, что к нам приехали три гостевых спектакля. Мы стараемся каждый год приглашать сюда спектакль современной хореографии. Но в этом году нам вот так несказанно повезло. Два спектакля уже было приглашено. А потом мы съездили в Рязань на фестиваль с коллективом. И там увидели великолепный спектакль «Замкнутые, ломанные». Предложили им приехать, и они согласились. У нас сегодня огромная программа. Вот три спектакля – это прямо много. Я надеюсь, что зритель получил удовольствие, что это был повод для размышления. Далее были организованы три мастер-класса для участников фестиваля. Танцоры поделились на группы и отправились погружаться в техники современной хореографии. Фестиваль «Своя тема» – это попытка удержаться в границах самоидентичности и стремления выйти за собственные рамки. Это перехлест эмоций и звучание тишины. Это танец, как возможность выразить пережитое и смутно ожидаемое. Это поиск своей тональности, своего языка, своей темы. Валерия Федотова, Денис Павлов, Новости Латкарина. В Доме детского творчества состоялся финал муниципального конкурса «Щит и меч». В военно-спортивной игре приняли участие лучшие отряды образовательных учреждений Латкарина. Посетил мероприятие Максим Белозеров. Ежегодная военно-спортивная игра «Щит и меч» 28 ноября прошла в городском округе Латкарина на базе детского дома творчества. Мероприятие, целью которого является популяризация военно-патриотического движения в молодежной среде, было приурочено к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В игре приняли участие старшеклассники шести школ и гимназий города. Поприветствовать ребят в этот день и пожелать успешной и честной борьбы прибыл первый заместитель главы городского округа Латкарина Константин Кравцов. В состав каждой команды вошли 11 участников. Прохождение непростых испытаний командами предварял торжественный смотр строя и песни, который также был включен в общий зачет соревнования. Программа игры включала в себя несколько этапов. Сборка и разборка автомата Калашникова, стрельба в лазерном тире, викторина героя Великой Победы, медико-санитарная подготовка, а также комплекс физических упражнений и эстафета «Одень бойца спецназа», в ходе которой ребятам необходимо было на скорость экипировать своего напарника в снаряжение сотрудника спецслужб. По итогам городского этапа игры «Щит и меч-2019» третье место заняла команда школы номер 5, второе место – команда гимназии номер 4, а первое место завоевали участники команды гимназии номер 1. Максим Белозеров, Максим Морозов, Новости Латкарина. С).Sаче Bелозеров, Новости Латкарина, позиции сми реальной входе «Одень бойца спецназа» Суверен на третий день «Одень бойцов, новости лямawa» Мастер, полаг Во゚ярборт, 공 Auto psiка plane-うわааааааа… Вgmentера с полаг?" Не позволяй наркотикам управлять тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! На соревнованиях побывала и наша съемочная группа. В зависимости от возрастной группы конкурсные выступления отличались наличием сложных акробатических элементов или приемов владения спортивными снарядами, такими как обруч, лента и булавы. Наш клуб существует уже более 10 лет и первенства мы проводим каждый год, два раза в год проходят эти первенства. Соответственно, наше первенство открытое и разрядное. Дети участвуют от 2014 года рождения по 2003 год рождения. участвуют в разных категориях, с самой низкой D категории до категории А. Разница в том, что это сложность выполнения упражнений. В каждой категории прибавляется еще и предмет, с которым выступают дети. Ну, естественно, сложнее оценивать старших детей, потому что там идет уровень уже профессионального выступления. Дети, которые младше, они, конечно, еще дети, но в них присутствует уже ответственность, в них присутствует профессионализм на их уровне. И, конечно, когда оценивают детей младшего, это возраст смотрится, наверное, больше вот как бы с любовью, да, как бы можно так сказать. А дети, которые выступают уже старшей категории, старшего возраста, там, конечно, оцениваются уже именно с точки зрения большого профессионализма, потому что дети идут в большой спорт. Данное соревнование носит статус квалификационных, и многие спортсменки, помимо призовых мест, боролись также за присвоение спортивного разряда или подтверждение звания кандидата в мастера спорта. Первенство «Звезды Олимпа» проходит в городе Латкарина уже второй год подряд. За это время в рамках первенства путь в большой спорт открыли для себя сотни юных гимнасток. Максим Белозеров, Денис Павлов, Новости Латкарина. Учащиеся школы номер 5 смогли принять участие в региональном проекте «Навыки ориентирования на местности каждому». Подробнее в нашем сюжете. 27 ноября на территории школы номер 5 города Латкарина прошел финал муниципального этапа проекта «Навыки ориентирования на местности каждому», который реализуется во всем Подмосковье при поддержке Фонда президентских грантов. Данный проект призван познакомить всех желающих с таким видом спорта, как спортивное ориентирование, научить участников обращаться с компасом и картой и грамотно использовать особенности ландшафта для определения своего местоположения. В рамках соревнований, которые прошли в минувшую среду, ученики третьих классов школы номер 5 смогли посоревноваться в умении обращаться с картой и пройти подготовленный организаторами маршрут. «Мы как популяризацию вида спорта проводим несколько этапов. Вот сегодня заключительный этап, седьмой этап, непосредственно на школьном дворе проводим. Это ознакомление именно с видом спорта, спортивное ориентирование. Но мы проводили вот первый этап, у нас проходил в Сергеем Посаде, там у нас участвовали пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. У нас все возраста, как говорится, в этом виде спорта могут принимать участие, начиная там с родителей и детей и до неограниченного возраста». Для победы в состязании ребятам необходимо было найти не менее 10 контрольных пунктов, расположенных на территории школы, и сделать это за максимально короткое время. Победители и призеры данного этапа проекта «Навыки ориентирования на местности к каждому» были награждены почетными грамотами и памятными подарками. Максим Белозеров, Денис Павлов, Новости Латкарина. Люберецкий пожарно-спасательный гарнизон в минувший вторник провел масштабные работы в здании Латкаринского ледового спортивного комплекса. За профессиональной работой аварийных служб наблюдал Максим Белозеров. 19 ноября на территории ледового спортивного комплекса Латкарина прошли масштабные пожарно-тактические учения с участием сотрудников Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. По сценарию учения условное возгорание произошло в одном из помещений второго этажа комплекса на территории 200 квадратных метров. На экстренный вызов сотрудников учреждения были направлены пожарные бригады и силы городского звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе учений помимо локализации и ликвидации очага возгорания также были отработаны методы эвакуации посетителей персонала комплекса, а также спасение пострадавших от задымления из числа персонала учреждения и личного состава пожарной бригады. По тематике запланировано загорание условного пожара на площадь 200 квадратных метров в одной из помещений. Соответственно силы и средства Люберецкого гарнизона по повышенному номеру вызова были направлены к месту условного пожара в количестве 10 единиц техники. Из них 8 автоцистерн, 1 коленчатого подъемника и 1 аварийно-спасательная машина с экипажем спасателей. Также к месту вызова были направлены силы и средства городского звена МосЧС. Это в составе скорой медицинской помощи, бригады ГИБДД, электриков и местного водоканала. По задумке было обнаружено 2 пострадавших из числа персонала рядового дворца и вне планово были обнаружены еще 2 пострадавших из числа личного состава. Личный состав гарнизона с поставленной задачей справился. Пожар успешно ликвидирован, пострадавшие эвакуированы на свежий воздух и переданы на бригаде скорой помощи. Сотрудники ГИБДД со своей задачей также справились, ограничили движение на месте пожара и, соответственно, организовали пропускной режим для подъезда пожарной техники. Подобные учения проводятся в гарнизоне ежемесячно. Ежегодно это 8 плановых тактических учений и 2 внеплановых. Помимо этого, в городе Латкарина практически ежедневно проводятся местные пожарно-тактические занятия силами одного либо двух дежурных караулов в небольшом объеме. Такая работа позволяет аварийным службам не терять сноровку, а жителям всегда быть готовыми к отлаженным действиям. Стоит отметить, что 19 ноября единый день эвакуации прошел во всех учреждениях здравоохранения, образования, спорта, а также торговых объектов городского округа Латкарина. Максим Белозеров, Денис Павлов, Новости Латкарина. В очередной раз городская поликлиника номер 2 открыла свои двери для всех желающих в выходной день. В этот раз единый день диспансеризации был посвящен Всемирному дню борьбы с диабетом. Очередной единый день диспансеризации, посвященный Всемирному дню борьбы с диабетом, прошел в Латкаринской городской больнице 16 ноября. Диспансеризация представляет собой серьезную меру по раннему выявлению заболеваний и профилактике хронических болезней. По всей территории России диспансеризация проводится бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий год. Латкаринская городская больница принимала горожан для прохождения первичного обследования и взятия общих анализов. Также в рамках Дня борьбы с диабетом посетители больницы смогли прослушать интерактивную лекцию о правилах профилактики и контроля диабета, а также лично проконсультироваться по всем интересующим вопросам у врача-эндокринолога. Сегодня проходит диспансеризация в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом. Самые распространенные проблемы, как правило, отсутствие должного самоконтроля, пропуск приемов лекарственных препаратов, на фоне чего развиваются такие осложнения со стороны таких органов, как глаза, сердце, почки, ноги, что в итоге может привести к инвенализации пациента. Естественно, необходим тщательный самоконтроль, ежедневное измерение глюкозы, посещение врача-эндокринолога при декомпенсации незамедлительно, при нормальном уровне глюкозы не реже, чем один раз в год, осмотры офтальмологам, неврологам, кардиологам, ежегодные осмотры. Прохождение диспансеризации очень помогает нам в этом плане, поскольку золотым стандартом является определение глюкозы крови в венозной плазме, то есть ежегодное его определение может нам помочь в диагностике, так как с момента начала заболевания до его диагностики проходит от 5 до 10 лет, то есть в это время может данное заболевание протекать скрыто, нанося свой вред организму. Стоит отметить, что согласно новому положению по диспансеризации населения от 24 апреля 2019 года, плановые обследования раз в три года смогут проходить граждане с 18 лет. Также понизилась возрастная планка для целого ряда обследований. С полным списком изменений, перечней и порядка прохождения обследований жители смогут ознакомиться на сайте поликлиники. Для удобства работающего населения города Латкаринская городская больница проводит единый день диспансеризации каждый месяц по субботам. Следующий в этом году единый день диспансеризации пройдет уже 23 ноября. Максим Белозеров, Алексей Устинов, новости Латкарина. Во Дворце культуры «Мир» состоялась традиционная концертная программа, посвященная Дню Матери. Праздничное мероприятие посетила Валерия Федотова. Действительно, хорошей традицией стало проведение праздничной концертной программы, посвященной Дню Матери. В этом праздничном мероприятии участие принимали творческие коллективы Дворца культуры. Открыл концерт вокальный ансамбль «Детство» под руководством Татьяны Валерьевны Мигуновой. Далее выступление продолжили участники народного коллектива современного танца «Ирис» с премьерой танца «Наше лето». Помимо премьеры, «Ирис» радовал зрителей и другими своими яркими номерами и композициями в течение всей концертной программы. Расскажите, с каким танцем или номером вы будете выступать? Мы будем выступать с номером «Эхо». Он о том, как некоторые проблемы у человека в голове нарастают и повторяются постоянно, человек не может от них избавиться. Но в конце он превозмогает себя и закрывает уши, как бы убирая «Эхо». Каждое выступление – это подарок для мам. Маленькие музыканты студии музыкально-эстетического развития «Скрипичный ключик» подарили своим мамам номер «Колокольный перезвон». Юные актеры театра «Сундучок сказок» выступили с фрагментом из спектакля «Осенняя палитра». Герои этого фрагмента – птицы, доносившие до зрителя любовь и заботу друг о друге. Помимо детей, на сцену вышли мамы и вместе со своими детьми исполнили любимые песни. Скажите, почему именно эта песня выбрана для сегодняшнего праздника? Эта песня была выбрана не просто так, потому что, когда я узнала о том, что будет концерт, посвященный мамам, я решила найти песню о маме. Но вдруг выпала песня, совершенно случайно, очень редкая в своем исполнении. Ее исполняла Анна Герман. Она называется «Идет ребенок по большой земле». И так как сегодня праздник мамы, а у нас зал полон мам и детей, то вот эта песня была выбрана именно для того, чтобы ребенка показать, что ребенок – это самое главное и самое важное, что у нас есть. Ребенок и мама. Я начала с весны начинать выступать. Ну, меня очень рада, мне очень нравится петь, я люблю вокалы, хочу быть звездой. А с мамой давно выступаешь? Ну, только с весны. Первый раз мы исполнили песенку с доченькой на 8 марта. Для всех женщин и мам, и бабушек исполнили эту песенку под названием «Мама и дочка». Она нам безумно нравится. Там очень душевные, красивые слова как раз про маму и дочку. Правда, малыш? Да. Я поздравляю всех мам, чтобы они были счастливы, здоровы, чтобы их дети радовали, чтобы они были счастливыми, чтобы они хорошо жили, чтобы долго и счастливо они жили вместе. Спасибо большое. Я присоединяюсь к поздравлению своей доченьке. Я тоже хочу пожелать от всей души мамам, бабушкам, всем женщинам, девочкам, девушкам крепкого здоровья, счастья, любви, чтобы они любили и умели сами любить. Это немаловажно. И всего самого наилучшего на этом белом свете. С праздником, дорогие женщины. Поздравляю всех родкалинцев с Днем Мамы. А я поздравляю всех мам, потому что не каждая женщина – мама. Это очень нежное, очень ответственное действие на этой земле. Поздравляю всех мамочек, пусть они будут здоровы и всегда счастливы. Хореографический ансамбль «Росинка» подарил зрителям танец «Маленькие звезды», а также завершил праздничный концерт своим танцевальным номером «Росиночка Россия». Замечательный концерт, прекрасные коллективы Дворца культуры мир, изумительные маленькие детки, такие музыкальные, такие ритмичные, очень понравился. Валерия Федотова, Алексей Устинов, Новости Латкарина. В честь праздника в образовательных учреждениях проходили различные тематические акции, посвященные Дню Матери. О том, как дети готовились к поздравлению своих мам, наш следующий материал. В преддверии Дня Матери активисты Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» совместно с членами молодежного парламента при Совете депутатов Латкарина провели тематические мероприятия с использованием декоративно-прикладного творчества. 20 ноября молодогвардейцы посетили школу номер два и провели среди учеников третьих классов мастер-класс по изготовлению открытки для мамы. Ребятам раздали материалы для работы и предложили ряд рекомендаций по ее выполнению. Все остальное – воля и фантазии ребенка. Ученики полностью увлеклись работой, вырезали разнообразные цветы, приклеивали сердечки, разукрашивали рисунки. Определенно каждому хотелось сделать самый лучший подарок своей маме. Сегодняшняя акция приурочена ко Дню Матери, который пройдет 24 ноября, воскресенье. Мы сегодня пришли с предложением для детей сделать открытки для матерей, написать какие-то красивые слова, проявить фантазию и поздравить маму свою, сделать приятное. За один школьный урок дети успели создать великолепные открытки. Подобные мероприятия активисты проводят на регулярной основе. Для кого ты сделала открытку? Для своей мамы. А что на ней изображено? Сердечки. И дерево сердечками. Эта открытка, это я из бумаги цветной вырезала руку свою, а потом так склеила, как будто это моя рука и я держу цветы для мамы. Я изобразила сердечко, тюльпаны и еще смайлик. Я сделал открытку для своей мамы, на ней изображены воздушные шарики. И еще я написал внутри днем матери. Я сделала свою открытку для мамы и здесь пожелания. Если открыть, то здесь написано. Желаю тебе здоровья, желаю тебе счастья и я тебя люблю. Сегодня мы увидели очень много горячих глаз, очень много фантазии, прям она бурлила из них, очень много разных открыток. Ни одна не похожа на другую. У кого-то цветочки, сердечки. Дети использовали очень необычный подход. Совершенно разные открытки получились. И в конце мы все вместе встали, сфотографировались. Надеюсь, что когда 24 ноября, в праздник, они подойдут к своей матери, поздравят ее, вручат открытку, это очень приятно будет. Валерия Федотова, Денис Павлов, Новости Латкарина. В Подмосковье реализуется проект по формированию комфортной среды. Но часто рядом со своим домом можно увидеть строительный мусор. Жить рядом с отходами, особенно с крупногабаритными, не только некомфортно, но и небезопасно. Крупногабаритный мусор – это не только мебель и отслужившая срок бытовая техника, но и строительные отходы, сбор и вывоз которых по своим размерам и характеру, производится в бункерах-накопителях. Даже обычный деревянный стул или телевизор должны быть выброшены в специальный бункер увеличенного объема и грузоподъемности. Такие отходы должны собираться на специально отведенных площадках или в бункерах-накопителях и вывозиться мусоровозами. Сбор и вывоз крупногабаритных отходов входит в общую стоимость услуг по вывозу мусора. Однако строительный мусор должен вывозиться собственником квартиры самостоятельно. Планируя ремонт в квартире, вы обязаны заключить отдельный договор на сбор и вывоз строительного мусора со своей управляющей компанией. Если ремонт делает строительная фирма, то этот пункт должен быть в договоре на ремонт. Несоблюдение этих требований влечет наложение существенного административного штрафа. Если вы планируете выбросить крупногабаритный мусор самостоятельно, то узнать место хранения можно на сайте администрации вашего города. Сделаем сами свой двор чистым, а жизнь комфортной. Доброе дело начинается с одного клика. У вас во дворе свалка мусора, не горят фонари, на дорогах ямы? Добродел поможет все исправить. Ведь теперь мы в Подмосковье решаем проблемы вместе. Зайдите на сайт Добродел или скачайте бесплатное мобильное приложение. Напишите ваши жалобы или пожелания. Мы найдем решение. А это все новости на сегодня. Смотрите нас каждый понедельник в среду и субботу в 16.22.00 на телеканале МИР24. В студии была Яна Ромашкина. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok